Балтики Удар по воротам. Великолепно играет Вамбольд. Самый острый момент с начала игры. Свой 21-й мяч в составе Балтики мог забить Ян Казаев, если бы не воспитанник калининградского футбола Денис Вамбольд. Это Мерлан Мусаев. Аккуратненько мяч выложил партнеру. Но вот Гузина. Подача. Скидка опасна. А там не было, по-моему, положения вне игры. И если бы Александр Росипов попал в створ, отсюда трудно понять. У меня не возникло ощущения, что находился футболист Балтики в офсайде. И сейчас этого ощущения нет. Навес. Скидка. Гузина. Гол! 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 И это тоже наигранно. Я видел такие голы и такие попытки в исполнении Балтики в этом сезоне. И забивает Никола Радмановац. Гузина великолепно сыграл, приняв подачу с фланга. Мы еще это увидим на повторах. И Радмановац поразил ворота Шинника ударом головой с близкого расстояния. Проводит свою атаку через правый фланг. Это Кулишев. Передача. Удар! И целился. И, казалось, все рассчитал Дмитрий Самойлов. Все, кроме, возможно, рикошета. И, возможно, этот рикошет стал решающим. И, по-моему, чуть чаще, чем до перерыва. Вот так! Удар поворотом! Рядом со штангой просто, возможно, даже повезло где-то хозяевам сейчас, потому что этот мяч вполне мог заходить в створ после удара Артема Кулишева. Так вот, я только хотел сказать, что Балтика стала гораздо чаще, по сравнению с первым таймом, терять мячи на своей половине. Все равно интересно. Отличная передача. Барков! Барков! И кому он пасовал? Нападающий надо было бить. В случае чего партнер успел бы на добивание. И... Какая срезка! Вот что касается давления, которое постоянно оказывает Тимирлан Мусаев на ваших экранах. Шинник терпит поражение, но сохраняет лицо. 1-0. Балтика выигрывает. Редактор субтитров А.Семкин